Добрый вечер, это программа «Насправде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут у нас разговор пойдет достаточно сложный, для людей неподготовленных, к какой в этой сфере я отношусь. Мы будем пытаться разобраться. IT-кластер в Харькове, ему ровно год. Люди знающие говорят, что это для города на самом деле большой бонус и большой плюс. Ну, в общем-то, славу харьковских айтишников, даже люди несведущие вроде меня знают. Но на чем она основана и зачем это действительно нам нужно, об этом сегодня поговорим с гостем, которого я с удовольствием представляю. Александр Медовой, глава наблюдательного совета. Харьков, IT-кластер. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Ну вот, да, после такой импровизированной доли комплиментов в адрес айтишников, давайте да серьезно поговорим. Страшное слово IT, страшное слово кластер, мало кто чего понимает. Что это за люди и зачем они нам нужны? Спасибо. На самом деле нет ничего страшного, конечно. То есть, айти на сегодня это отдельная отрасль. И мы понимаем, что за последние несколько лет эта отрасль экономики в целом стала третьей по счету, третьей по величине экспортно-ориентированной отраслью. Мы на секундочку обогнали химиков на сегодняшний день. То есть, у нас есть традиционная агрикалчур, как говорят, сельское хозяйство, металлургия. И третьей экспортной отраслью по величине стала IT. За прошлый год, за 2015 год мы принесли в страну, и это только экспортная часть IT, мы принесли в страну больше 2,5 миллиардов долларов чисто экспортной выручки. И при этом мы не вывозим за границу ни пшеницу, ни изделия из металла, ни изделия из химии, ничего. А как же вот тот самый страшный миф о том, или и правда, это я вот собственно и не знаю, о том, что айтишники-то по большому счету это люди, которые сидят в Харькове, но по сути являются, например, частью какой-то большой международной компании, зарплата у них в долларах, зарплата у них хорошая, и вообще ничего сюда и не платят, в местный бюджет, по крайней мере. Хороший вопрос. Да, знаете, есть такой разрушительный легенд, давайте будем сегодня с вами немножко разрушителями легенд. То есть я хочу для начала напомнить вот это известное высказывание, сначала они вас не замечают, потом они над вами смеются, ну и так далее. Вот мы сегодня переходим с этапа они вас не замечают, до этапа они над вами смеются, или они говорят что-то не то, что есть на самом деле. Итак, что же такое сегодня IT? На самом деле, если мы посмотрим на IT-отрасль, то IT-отрасль это не только экспортная отрасль. Да, мы сейчас упомянули об экспортной отрасли. К IT-отрасли мы относим всех, начиная от системных интеграторов и заканчивая теми, кто делает интернет-маркетинг. Сегодня у нас в кластере тоже есть такие компании. Те, кто дают вам интернет сегодня, это тоже айтишники. У нас есть в кластере такая компания. Но безусловно, подавляющее большинство IT-отраслей на сегодня все-таки это компании экспортно-ориентированные, которые оказывают сервисы. Мы так и называем сектор IT-сервисов экспортно-ориентированный. И вот если мы говорим об экспорте, о секторе IT-сервисов, то действительно, что делает этот сектор? Большинство, примерно, ну, наверное, 65-70% тех заказчиков, для которых работает эта отрасль, находится в Соединенных Штатах Америки. Остальные процентов 20, по нашим оценкам, это Европа, 25, да, Израиль, Австралия. То есть это все страны так называемого золотого миллиарда. Соответственно, когда эта отрасль начиналась в средине 90-х, то действительно, это были мелкие, небольшие проекты, которые команды из Украины брали для того, чтобы что-то доделывать. И за счет большой разницы компенсаций, которые платили здесь в Украине, и стоимостью этой рабочей силы за рубежом, получалось, ну, достаточно неплохой бизнес. Со временем, начиная с 2000 года, там, по 2014 и включительно, эта отрасль очень сильно росла, и вот пришла к тем цифрам, о котором я говорил вначале, и она росла не только в количественном эквиваленте денег, которые заводятся в страну, но она росла в качестве того, что делается. На сегодняшний день в Украине делается огромное количество программного обеспечения, которым люди по всему миру пользуются. Практически все инвестиционные банки разрабатывают свои продукты в Украине. Весомая часть автомобилей, Мерседесов, Вольво, Порш, Лексусы, часть Тойоты, они, часть программного обеспечения, которое они используются, делаются в Украине. Весомая часть программного обеспечения для Боинга делается в Украине. Большинство из вас летает Боингами. И это только малая часть примеров того, что делается в Украине. Огромное количество медицинских проектов, огромное количество банковских проектов. Теперь возвращаясь к тезису о том, что айтишники получают, как вы сказали, зарплату в долларах, и на самом деле являются частью корпораций международной. Это и правда, и неправда одновременно. Почему? Потому что все-таки большинство сервисного бизнеса в Украине, это все-таки компании, которые оказывают за рубеж сервисы. У них, безусловно, как и у любого международного интернационального бизнеса, такого ориентированного, есть какие-то иностранные дочки. Даже иногда это иностранные не дочки, а то, что называется headquarters, то есть главные компании, а дочерние компании здесь в Украине. Но достаточно малый процент из них является напрямую сотрудниками тех корпораций, на которых работают. Скорее, они сотрудники тех корпораций или компаний, которые оказывают сервисы вот этим пресловутым малым, средним и большим корпорациям за рубежом. Соответственно, зарплаты у них, конечно, не в долларах, а в гривнах, потому что мы живем в этой стране, в общем-то у нас все в гривне. Действительно, иногда часть контрактов между физическими лицами и предпринимателями, которые работают как контракторы, как подрядчики, как субподрядчики для организаций, их эквивалент рассчитывается в долларе. Но выплачивается он в гривне, потому что в этой отрасли, в общем-то, как и во всех других на сегодня, чемоданы денег не носятся. Наоборот, то есть это все белое, чистое и, в общем-то, налоги платятся. Почему мы так говорим? Вот буквально на днях у нас была очень интересная встреча с местной ДФС. Я сидел вот точно так же, как рядом с вами сижу сейчас, сидел с начальником, исполняющим обязанности местной Державной фискальной службы, и они нам пили дифирамбы, рассказывали, как мы важны для города и области. И это правда. И мы с удовольствием, мало того, что принимали эти дифирамбы, мы абсолютно четко говорили о том, что какие шаги мы должны вместе с ними провести, для того, чтобы эта отрасль давала еще больше, как он и выражается, надходжен до бюджету. И это белая отрасль, это отрасль, платящая налоги. Это действительно отрасль, которая позволяет людям зарабатывать приличные деньги. На сегодня средняя компенсация для человека, который в этой отрасли задействован, составляет, по моим оценкам, примерно 25-30 тысяч гривен. Что, в общем-то, на фоне страны, а топовые компенсации могут быть в 2 раза больше, в 3 раза больше. Это правда. Да, они редки, это 5-7% таких компенсаций. Но, как и везде, профессионалы цены везде. Почему такие доходы возможны? В первую очередь, потому что это экспортно-ориентированная отрасль, и потому что мы конкурируем здесь, с международными компаниями, у которых офисы разработки находятся в других странах. Соответственно, спрос на украинское IT на сегодня очень высок. Почему? Потому что качество высокое. Соответственно, спрос на тех людей больше, чем предложение этих людей на рынке. И поэтому компенсации растут, и поэтому маржа не так высока в этой отрасли, уже не так, как она была там в средине 90-х. К сожалению, для предпринимателей. Но, к счастью, для людей, это действительно та отрасль, которая на сегодня задействована, ну, по разным оценкам, от 90 до 150 тысяч человек в Украине. Это по Украине в целом, а по Харькову? Ну, Харьков мы оцениваем где-то примерно по разным исследованиям, как 20%. Мы планируем на следующий год, если у нас все получится, в рамках IT-кластера сделать исследование, которое даст нам уже более предметные цифры. На сегодняшний день такой estimate, да, оценка, это примерно от 20 до 22 тысяч человек. По Харькову? По Харькову. При этом стоит помнить, что наши коллеги из индусской ассоциации, самой крупной в мире, да, у них там больше миллиона человек задействовано, миллион 300 тысяч человек задействовано в этой отрасли, они утверждают, что в странах с низкой инфраструктурой, с развитой не очень хорошей инфраструктурой, одно айтишное рабочее место создает примерно 4 рабочих места. В странах с высокой, с высокоразвитой инфраструктурой одно айтишное рабочее место создает вокруг себя в смежных отраслях до 7 рабочих мест. Мы понимаем, что наша инфраструктура, слава богу, немножко лучше, чем в Индии, но, к сожалению, пока, наверное... Я не думаю, что намного, да. Поверьте, намного, поверьте. Я там был, как раз мы смотрели там потенциал для открытия офисов, но это небо и земля, это небо и земля, то, что мы имеем здесь и то, что происходит там. Но окей, давайте возьмем 5, предположим, не так хорошо, как в Америке, да, там или в Европе, но лучше, чем в Индии. Ну, 100 тысяч рабочих мест. А что за смежный бизнес? Стройка, все, что связано с уровнем сервисов. Почему? Потому что это люди, которые на сегодняшний день покупают в кредит жилье и машины. Соответственно, все, что касается банков, все, что касается розницы, это люди, у которых достаточно высокая, ну, представьте себе зарплата, покупательная способность. Это люди, которые, слава богу, там ездят в отпуск. Это люди, для которых строится много офисов. То есть сфера обслуживания практически всякуда ни ткни. Конечно, конечно, но представьте себе, как раз идея состоит в том, что это те люди, на основании которых сегодня в Украине в том числе и формируется средний класс. И для нас, как для бизнеса, это очень важный показатель, потому что, да, нам задает вопрос, нам недавно задавал премьер-министр на открытой встрече вопрос, что вы сделали для страны. Мы говорим, смотрите, мы платили столько-то налогов, мы сделали вот это, мы сделали вот это, мы поднимаем образование, мы сами работаем, я отдельно, наверное, если у нас будет возможность, расскажу об образовательных проектах немножко. Мы очень плотно работаем с университетами и помогаем развиваться образованию. Но в первую очередь мы формируем средний класс. Мы формируем тех людей, которые независимы от государства, которые получают на руки честно заработанные деньги, у которых высокая покупательная способность, которые оставляют эти деньги в стране и помогают этой экономике развиваться. Вот за исключением независимы от государства, наверное, государству нравится все. Мы, слава богу, официально мы таких комментариев не получали. Ну и на самом деле, к чести наших сегодняшних руководителей стоит сказать, что мы как эти кластеры сегодня сотрудничаем с городом, сотрудничаем с областью, имеем очень четкое взаимопонимание вместе с другими кластерами на уровне кабинета министров и профильного комитета Верховной Рады. Я должен сказать, что прогресс виден. И на сегодня нас идентифицируют как ту отрасль, которая в непростое время, а у нас сегодня откровенно непростое время, а тем более Харьков практически пофронтовой город. Ну давайте называть вещи своими именами. Мы можем расти даже в долларовом эквиваленте, не то что в гривневом. Это одна из двух отраслей за прошлый год, которая выросла в целом по Украине в долларовом эквиваленте. И вы на фоне всей этой девальвации, понимаете? То есть как бы нас идентифицируют в позитивном плане. И мы благодарны нашей власти, что это позитивный сигнал. От айтишника первый раз услышал, спасибо нашей власти. Это уникальный, наверное, вообще-то у нас сегодня эфир. Получается, правда ли, что существует некая конкуренция, в том числе, наверное, между Львовом и Харьковым, за привлечение айтишника, потому что Львов там некий вроде бы как айтишный рай или там, не знаю, заповедник айтишный. И вот туда пытаются переманивать и так далее. Хороший вопрос. Да, продолжаем развенчивать мифы. Существует ли такая конкуренция? Безусловно, в какой-то степени она существует. Я бы сказал, что эта конференция на сегодня все-таки больше за привлечение заказов. Почему? Потому что, когда, вот представьте себе, вы сидите в большой корпорации где-нибудь, я не знаю, в штате Калифорния, и думаете, куда бы вам потратить весомую часть, там, процентов 40 вашего инвестиционного бюджета на следующий год. И вы смотрите, чудесная Украина, не чудесные рекомендации. Есть запад Украины, очень близок к Европе, хорошее авиасообщение, удобно добираться даже из Киева, все здорово, все классно. Есть Харьков, третий по величине в бывшем Советском Союзе и первый в Украине по количеству вузов технических. Огромный научный потенциал, больше айтишникам, чем во Львове. Специфический опыт тот, который нужен. Но проблема состоит в том, что 40 километров до России и 250 километров до зоны АТО. Куда вы вложите свои деньги? Это большой вопрос для нас, да? Собственно, драйвер... Я бы в Индию вложил. Да, понятие. Они вкладывают... Так вот, проблема-то состоит в чем, знаете? Их в том, что они вкладывали в Индию последние 20 лет. А последние 5 лет они из Индии очень много релацируют в Украину и в Восточную Европу. Почему? Потому что они видят колоссальную разницу. Разницу в образовании, разницу в ментальности. В конце концов, часовая разница, да? Мы успеваем пересекаться с Америкой хотя бы на несколько часов в день. Индусы нет, там 12 часов разницы. А как получается, ну, да, вынесем все-таки в отдельную тему для отдельного разговора, но все-таки в нескольких словах, как получается так, что у нас именно такая конкуренция на уровне образования? Ведь с чего, собственно, начиналось, насколько я понимаю, индийское вот это компьютерное чудо? Там по программам, связанным с бывшими связями, с колонией, метрополией и так далее, очень много людей в свое время получили очень хорошее западное образование. Английское, там, не знаю, европейское образование. У нас в любом случае этих людей наверняка было меньше. То есть, ну, и поверить в то, что, скажем, там, постсоветское образование было настолько уж конкурентоспособно с западным, тоже сложно. То есть, откуда кадры, откуда технологии, откуда, собственно, идеи? Сто процентов. На самом деле, что нужно, чтобы, да, и здесь мы можем касаться вопроса, что нужно, чтобы быть айтишником так же, и почему так происходит? Точные науки. То есть, серьезная база в математике, в физике, немного меньше в программировании, да, это то, в чем можно натаскать. То есть, надо понимать, что у нас была очень серьезная математическая и научная школа. И нужно сказать, что последние лет 20 мы во многом жили на базе этой школы. Где-то лет 8-10 назад мы столкнулись с проблемой, что, с такой проблемой, что качество этого образования падает, падает, падает. Соответственно, компании начали сами инвестировать. На сегодня практически все компании готовят себе вот этот молодняк, да, и вот этот молодой поросль, которая заходит в компании, самостоятельно, начиная со 2-3 курса. Кто-то на базе вузов, кто-то на базе компаний. Поэтому на сегодня компании скорее являются, ну я бы даже сказал, не просто соавторами, а, наверное, теми главными игроками, которые куют и создают вот это вот возможности для развития. Вот еще один, кстати, рынок, прошу прощения, рынок образования, который фактически IT в такой сфере либо создает, либо стимулирует, по крайней мере, да, вот частично, да, вот подготовки камер. 100% на сегодня один из главных проектов кластера является проект в сфере образования. Я вам хочу сказать, что это совершенно отдельная тема. Если вы пригласите, мы будем рады рассказать о том, что мы делаем в сфере образования. На сегодня кластер работает с 8-ю за год уже, с 8-ю разными вузами. Мы создаем новые курсы, отдельные вузы, мы помогаем вузам, мы помогаем компаниям заходить в вузы и координируем полностью это сотрудничество на уровне Харькова и области. Насколько я понимаю, вот то, с чего я начинал, то, с чем мы так вот в формате разрушителей легенд боролись весь эфир, это проблемы, по большому счету, проблемы восприятия жителя еще индустриального Харькова, да, и постиндустриальной эпохи, которая, ну вот уже однозначно, если не наступила полностью, это наступает весьма серьезно. Трудно осознать, то есть понятно, что если Харьков выпускает 100 тракторов в день, то это очень круто, это могущество, это мощь и так далее. Но вещи не столь осязаемые, но не менее прибыльные, не менее важные, их очень сложно осознать. То, что сфера услуг, которая является по большому счету IT, может приносить куда больше деньги сейчас, чем собственно производство какое-то, да, вот такое классическое, вот это сложно понять. И тут, конечно, да, наверное, все-таки надо еще не один эфир, чтобы разобраться во всех аспектах, в том, что действительно нам, нашему городу, нужен IT-кластер, нам нужны айтишники. Я с вами абсолютно согласен, и это тренд четвертой революции, да, если в предыдущих моментах мы боролись за ресурсы, и за те ресурсы, которые можно было добыть, то сегодня главной конкурентной средой является, и за что люди борются, и за что борется государство, за человеческий ресурс. И мы сегодня помогаем этот человеческий ресурс использовать в Украине наиболее эффективно. И действительно, фактически из воздуха создали для страны за последние 15 лет работающую классную отрасль, которая помогает нам поддерживать, да, на сегодня штаны и дальше развиваться в эти непростые времена. Тут главное, чтобы не журналисты даже понимали, а где-то, наверное, в более высоких кабинетах. Хорошо, что вы встречаетесь там, будем надеяться, что поддержка будет. Александр, спасибо вам большое, что были гостем в нашей студии, надеюсь на продолжение нашей беседы, но, увы, сегодня время мы уже категорически исчерпали. Спасибо еще раз, и спасибо, что смотрели нас сегодня на этом все. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова